Украина! Украина! Все это время правозащитники били тревогу. В Крыму резко возросло количество нарушений прав человека. Под особым давлением местных властей оказались крымские татары, которые с самого начала конфликта были настроены проукраински и не приняли аннексию. Из примерно 300 тысяч крымских татар на материковую Украину вынуждены были перебраться более 10 тысяч человек. Правозащитники констатируют, что со временем давление на крымских татар не ослабевает, оно уже носит системный характер. Причем преследованию подвергаются не только активисты, но и не участвующие в политической жизни граждане. С начала оккупации в Крыму пропали не менее 22 человек. Большинство из них – крымские татары. Некоторые из них позже вышли на связь, другие были найдены мертвыми. О судьбе пяти человек, по данным правозащитников, до сих пор ничего не известно. Крымская милиция неохотно расследует исчезновение людей. Правозащитники отмечают, минимум к четырем этим преступлениям может быть причастна так называемая самооборона, которая подчиняется местным властям. И это делает практически невозможным поиск и наказание виновных. Первым на полуострове исчез 39-летний Решат Аметов. Последний раз его видели 3 марта 2014 года на проукраинском митинге в центре Симферополя, откуда люди, одетые в камуфляжную форму, увели активиста в неизвестном направлении. Тело Аметова со следами насильственной смерти нашли спустя 13 дней в селе Земляничное Белогородского района. Это в 60 километрах от Симферополя. По данным родных, причиной его смерти стало проникающее колото-режущее ранение ножом в глаз. На голову ему надели полиэтиленовый пакет. У Аметова остались жена и трое детей. Я когда ему позвонила, он был недоступен, я уже почувствовала. Это было 12 часов дня. Я уже понял, что это не то. Дети спрашивают, где бабашка. Даже не знаю, что им ответить. Дети, вот она дочка, вообще ночью не спит. Любимица его была. В конце мая 2014-го в Симферополе пропали члены организации «Украинский дом» 34-летний предприниматель Тимур Шаймарданов и 33-летний автоперевозчик Сейран Зинединов. Они были близкими соратниками, участвовали в митингах против аннексии Крыма и помогали украинским военным во время блокировки их воинских частей «Самооборонной» и «Зелеными человечками». 25 мая Шаймарданов вышел из дома на работу и с тех пор его никто не видел. Через пять дней исчез Зинединов, который активно занимался поиском друга. Вечером он встретился с женой Шаймарданова примерно в 300 метрах от дома и сообщил ей, что к похищению предпринимателя может быть причастна «Самооборона». Затем по телефону сказал супруге, что возвращается, но до дома так и не дошел. Местонахождение активистов украинского дома до сих пор неизвестно. 27 сентября 2014 в селе Сары-Су возле Белогорска были похищены 18-летний Ислям Джипаров и его 23-летний двоюродный брат Джевдет Ислямов. Последний раз молодых людей видели на дороге. Неизвестные в черной форме вначале обыскали парней, а затем затолкали их в голубой микроавтобус с тонированными стеклами и уехали в неизвестном направлении. 27 числа, то есть в субботу, позавчера подъехала ко мне машина «Део Ланос» серебристого цвета. Там были наши парни, нашего поселка. Я их по именам тогда еще не знал, сейчас знаю. И сказали, это было 19.05.00. 10.05.00 вечера, они сказали, вот у вас сейчас только сына там скрутили, закинули машину, везли. Я спросил, а как это и где, и с кем он был? Сказали, это было напротив магазина «Хосмет», это запчасти у нас по трассе 40-й километр Симферополь-Керчь. В пределах СРСУ. И с ним был парень, ну, того же роста, и даже с коротенькой бородкой, Кучеряевой оказался мой племянник. 3 октября в Симферополе пропал 23-летний Эскандер Апселямов. Около 17.30 он покинул съемную квартиру и пошел на работу в пекарню. В 15 минутах ходьбы от дома. Но там так и не появился. 29 сентября по дороге на работу из САК в Евпаторию пропал 25-летний спасатель Эдем Асанов. 6 октября его нашли повешенным в заброшенном санатории в Евпатории. Сразу после пропажи Асанова стало известно, что человек с такой фамилией фигурирует в деле о группе Олега Сенцова, которая якобы готовила теракты на полуострове. Позже оказалось, что речь идет о тезке Асанова, у которого другое отчество. При этом родственники погибшего перенесли похороны Асанова на более раннее время, что исключило возможность установить на теле наличие следов насилия. Я тоже слышала, что была записка. Он написал, что там в моей смерти никого не винить. Но я не верю этому. Скромная, очень порядочная семья. И довольно-таки я бы не сказала, чтобы они в каких-то политических или где-то это замешаны были. Мальчик очень скромно старался, работал, трудился с высшим образованием. Сейчас, вы знаете, пойти по нишим очень горем. Даже не знаю, вот как это случилось, как это нам до сих пор не доходит. Мать в шоке. Мы семь дней его ждали. Но почему семь дней никакой не было весточки? Вот меня больше всего, вот как друга семьи, вот это беспокоит. В августе 2015 года в аннексированном Крыму пропали трое крымских татар. 45-летний Мухтар Арисланов, а также двое молодых людей 1986 и 1988 годов рождения. Мемет Селимов и Осман Ибрагимов. Лидером крымско-татарского народа Мустафе Джимилеву и Рифату Чубарову запрещен въезд на территорию Крыма. С проблемами при въезде и выезде с полуострова сталкиваются и другие активные члены крымско-татарского движения. Массовые обыски в домах крымских татар начались еще в мае 2014 года и продолжаются до сих пор. В мечетях и учебных заведениях правоохранители ищут литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов. В нем более двух с половиной тысяч позиций. Это не только книги, но и листовки, газеты, брошюры и даже статьи в интернете. 16 октября 2014-го был арестован Муса Абкеримов. 17 октября Рустам Абдурахманов. 22-го Таир Смедляев. 25 ноября Эдем Абулисов. 21 января 2015-го Эдем Османов. Всем им вменяют применение насилия в отношении сотрудников полиции. Мустафа! 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 В этой жизни жалеть ничего не надо и не должно быть. Если оно все идет в русло, направлено для нашего народа, для дальнейшей жизни здесь, для наших детей в Крыму, здесь жалеть ничего не надо. Я, допустим, если бы предложили бы опять, сказали бы, вот поедешь туда на встречу, я бы поехал бы. Разговора нет, я бы поехал бы. Потому что Мустафа Джамилев – это наш лидер. Как не поехать на встречу к нему? Это каждый должен сделать, крымский татарин. Поступить так. Но то, что произошло, то произошло. Я считаю, ничего здесь плохого нет. Конечно, наш народ очень мужественный. Они очень большую поддержку дали. Соседи, родственники, друзья, товарищи. Кто услышал об этой беде, они приехали, приезжали домой, когда меня не было. И когда я вернулся оттуда, выпустили меня под подписку. Народ все проезжал, проезжал. Мужайся, крепись. Почему? Потому что пусть не думают. Те, которые попали в такую ситуацию, они одни не остались. По-любому будут помогать. Наш народ, сосед, близкие, друзья, товарищи. Будем поддерживать и помогать, чтобы не было им тяжело. 23 января 2015-го под Севастополем прошли обыски в домах троих крымских татар. 29-летнего Руслана Зейтулаева, 28-летнего Рустема Воитова и 38-летнего Нури Примова. В течение всего периода оккупации Крыма российские власти запрещали все публичные мероприятия, заявки на которые подавали крымские татары. И случаев нарушения прав крымско-татарского народа на полуострове неисчислимое множество. А в конце апреля 2016-го года представительный орган крымских татар Меджилис по ходатайству прокурора Крыма Натальи Поклонской признан экстремистской организацией и запрещен на подконтрольных России территориях. Да, был период, когда крымским татарам, так же, как и к некоторым другим народам СССР, была проявлена жестокая несправедливость. Крымские татары вернулись на свою землю. Считаю, что должны быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации Крымско-татарского народа. Сегодня решением Верховного Суда Республики Крым удовлетворено заявление прокурора Общественное объединение Меджилис Крымско-татарского народа признано экстремистской организацией. Его деятельность же запрещена на территории Российской Федерации. В одном материале невозможно охватить все то беззаконие, которое творят против коренного населения Крыма российские оккупационные власти. Но вопреки бесчеловечной политике кремлевских ставленников, эти свободолюбивые люди продолжают бороться за свои права. Певица Джамала, являясь представительницей Крымско-татарского народа, на Евровидении представляет Украину. Ее композиция называется «1944». Это крик души людей, пострадавших от большевиков, которые, как скот, согнали в вагоны почти все татарское население Крыма и отправили в сторону Узбекистана. Тысячи людей не выдержали этой пытки, задохнувшись в тесных поездах или умерев от голода. НКВД СССР докладывает, что сегодня, 18 мая, начата операция по выселению крымских татар. Уже подвезено к железнодорожным станциям погрузки и отправлено к местам нового расселения 48 400 человек и находится под погрузкой 25 эшелонов. Во время отправки никаких эксцессов не было. Операция продолжается. Нарком внутренних дел Берия. Телеграмма. Симферополь, 19 мая 1944 года. Москва. Народный комиссариат внутренних дел СССР товарищу Берия. По состоянию на 18 часов 19 мая подвезено спецконтингента к станциям назначения 165 515 человек. Отправлено к местам назначения 50 эшелонов численностью 136 412 человек. Операция продолжается. Кабулов, Серов. 20 мая 1944 года. Телеграмма. Народный комиссариат внутренних дел СССР. Наркому Берии. Настоящим докладываем, что начатая в соответствии с вашими указаниями 18 мая текущего года операция по выселению крымских татар закончена сегодня, 20 мая, в 16 часов. Выселено всего 180 014 человек. Загружено в 67 эшелонов, из которых 63 эшелона численностью 173 280 человек отправлены к местам назначения. Остальные 4 эшелона будут также отправлены сегодня. Кроме того, райвоенкомы Крыма мобилизовали 6000 татар призывного возраста, которые по нарядам глав УПРО формы Красной Армии направлены в города Гурьев, Рыбинск и Куйбышев. Из числа направляемых по вашему указанию в распоряжение треста Московуголь 8000 человек спецконтингента, 5000 человек также составляют татары. Таким образом, из Крымской АССР вывезено 191044 лица татарской национальности. Кабулов, Серов. Депортировали не всех. В эшелоны не брали нетранспортабельных больных и душевно больных людей. Их уничтожали на месте. Расстреливали на месте и тех, кто оказывал хотя бы малейшие сопротивления. Расстрелом угрожали и депортированным. Солдаты говорили им, ничего с собой не берите, все равно оно вам больше не понадобится. Жителям некоторых сел говорили, что они будут поголовно расстреляны, если не все успеют собраться на месте погрузки в указанное время. Один очевидец вспоминает. Людей согнали на кладбище, которое со всех сторон было окружено пулеметами. Стали детей отделять от родителей и говорили, что старших расстреляем, а дети пойдут по детдомам. Так их держали разделенными 3-3,5 часа. За это время отдельные матери помешались. Одна женщина, у которой было трое детей, старше 11 лет, взяла веревку и детей связала по рукам, чтобы попали в один детский дом, чтобы не разбрелись после ее казни. Другой очевидец рассказывает. В Капсихоре местных татар согнали в табак сарай. И кто-то из солдат, просто так, издеваясь, решил посмотреть, как люди будут падать от автоматной очереди. Таким образом убили четверых. Потомки тех, кто выжил, вернулись в Крым после развала СССР. Но теперь московские оккупанты снова не дают им свободно жить на их исторической родине. На этом фоне нет предела цинизму российских телевизионщиков. Во время трансляции второго полуфинала Евровидения комментаторы российского телеканала «Россия-1» исказили смысл песни Джамалы. Они сделали вид, что композиция вообще не имеет драматичного исторического подтекста, заявив, что певица поет о людях, которые покидают родину в поисках лучшей жизни. Здесь, в Европе, ее композицию воспринимают как еще одну молитву о судьбах людей, которые вольно или невольно покидают свой дом в поисках лучшей жизни. Это проблема, которая перешла из века 20-го в наш 21-й век. Джамала, Украина, песня, 1944. Такая интерпретация не случайна. В песне поется о незнакомцах, которые приходят в чужой дом, убивают всех и говорят, что они ни в чем не виноваты. Они забирают мир у невинных людей, их будущее, и поглощают их души. Страшные слова, но еще страшнее сказать гражданам самой большой страны мира, что эта песня о них. Они являются этими незнакомцами. С их молчаливого согласия произошел геноцид крымско-татарского народа в прошлом веке, и совершается попытка повторить подобное беззаконие в наши дни. Когда я узнаю про такие события, я чувствую, что моя песня, к сожалению, приобретает еще большую актуальность. Я знаю, что Крым сегодня не мог голосовать. Они смогут проголосовать в финале, но сегодня они не голосовали. Что касается событий в Крыму, это грустно. Я надеюсь, что все будет хорошо. Я пою для всей Украины, для Крыма тоже. Я хочу, чтобы моя песня стала такой каплей в океане и помогла раскрыть проблемы Украины и крымских татар. Моя прабабушка, моя хардхардина, была депортирована из села Кучкузень с пятью детьми на руках. К сожалению, одного из детей она потеряла прямо в вагоне. Поэтому я прошу вас, когда вы зажигаете свечку, вспоминайте о ней, вспоминайте о тысяче душах, которых негде почти. Сау! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok